дорогие друзья мы продолжаем изучение перкея вот и сегодня вторая глава мы читаем это с пояснениями хаситскими пояснениями пояснения любая ческого ребя и начнем с первой мишны раби говорит какой из праведных путей должен избрать человек любой кто украшает тех кто по нему идет и прекрасен в глазах других людей то есть любой который украшает те кто по нему идет кто такой раби раби это раби иуда ханаси составитель мишны и здесь сказано также что украшает тех кто по нему идет и прекрасен в глазах других людей то есть не что нам советует выбирать золотую середину Поскольку крайности губительны либо для тебя, либо для общества То есть не надо какие-то крайние вещи, крайные пути убирать, а идти по середине, по золотой середине И тем не менее, если человек от природы склонен к одной из упомянутых крайностей Он должен временно перейти в другую крайность, чтобы избавиться от собственного недостатка То есть об этом говорит также Рамбам Что если человек чувствует, что у него преобладают какие-то негативные качества Например, он чувствует, что он слишком жадный То ему, чтобы достичь вот этой середины, чтобы не быть ни жадным и ни скупым Ему надо на какое-то короткое время сначала передвинуться в другую крайность То есть ему надо стать очень щедрым, больше, чем он мог бы по своей натуре И тогда он тем самым сможет достичь уровня средней середины, золотой середины Какой из праведных путей? Что значит? Какой из праведных путей? Если тебе предложат исполнить две заповеди Одна из которых касается только отношений между тобой и Богом А вторая позволит оказать помощь другому человеку Выбирай вторую Потому что преимущество от ее исполнения получишь и ты, и другие люди То есть по отношению к Богу важно выполнять заповеди Но по отношению к другим людям еще важнее Это всем полезно от этого Так, и сказано в глазах других людей То есть ты должен служить Богу так, чтобы правомерность твоих действий Была очевидно другим и заслуживала их похвалу То есть чтобы люди чувствовали, что ты хороший человек И они хвалили тебя, и они понимали, что ты идешь путем Бога Будь также прилежен при исполнении легкой заповеди Как и при исполнении важной Ибо не знаешь ты, какова награда за заповеди Сравни ущерб от исполнения заповеди с наградой за нее И выгоду от нарушения с ущербом от него И вдумайся в три вещи, и ты не дойдешь до греха Знай, что над тобой око видящее И ухо все слышащее И все твои деяния записываются в книгу Давайте мы пройдем по вот этим высказываниям Посмотрим, какие есть к ним пояснения Итак, будь же прилежен в исполнении легкой заповеди Как и при исполнении важной То есть с одинаковым вдушевлением Исполняй все заповеди Ведь ты не знаешь, за какую заповедь какая награда И при исполнении заповедей Надо следить за то, чтобы исполнять ее с энтузиазмом Легкая заповедь Речь идет о заповедях, кажущих человеку легким То есть есть заповеди, которые нам кажутся легкими Ну, допустим, соблюдать шаббат и кушать шаббатную еду Это легкая заповедь А есть другая, например, молиться каждый день Это может быть посложнее Надо встать, надо пойти Надо молиться сосредоточенно Также говорится про более важную заповедь Имеется в виду такие заповеди, как обрезание, цицит Или жертвоприношение в честь праздника Пейсов Так вот Дальше говорится про награду за заповеди Тора не сообщает нам о какой-то определенной награде Из исполнения заповедей А что же такое исчерп от исполнения заповедей? То есть если ты переживаешь из-за финансовых потерь Или неудобств, связанных с исполнением заповедей Подумай о награде за нее Которая намного превосходит возможные потери То есть иногда нам кажется, что это сложно сделать И нам кажется, что нам дорого это обойдется Но награда может быть намного больше, чем те потери, которые мы испытываем Далее говорится о трех вещах О трех вещах, которые мы, зная которых, мы не согрешим Или это нас сохранит от греха И здесь в мишне, во второй мишне указаны три вещи А в третьей мишне, позже, будут указаны другие три вещи И они разные немножко по смыслу Первые, они, то, что мы сегодня говорим Они нам дают возможность духовного роста А вторые говорят о тщетности О нашей тщетности нашего тела О того, из чего оно вообще взялось И что с ним будет далее Это как бы принижает нас Но вот эти три вещи, о которых мы сегодня говорим Что над нами ухо всевидящее То есть глаз всевидящее и ухо всеслышащее И все записывается в книгу А это возможность нам духовного роста Мы понимаем, что мы под наблюдением находимся Да, я с детства всегда слышал от мамы Как мама мне говорила И уши, и стены имеют уши Будь осторожен, что ты говоришь Даже если в пустой комнате находишься И стены имеют уши Правильно? Да, вот так я вырос И таким образом мы думаем о том, что Бог слышит и видит нас И все даже записывается в книгу Вот, то есть размышляя о величии и бытие, величии Бога Мы переживаем духовный подъем И пребываем в поднятом настроении Если же мы говорим о тщетности нашего тела Да, вот три другие вещи, которые будут позже То мы как бы размышляем о низости греха И мы не достигаем результата во время медитации А просто как бы теряем время и погружаемся в болезни и переживания То есть это не настолько важно нам Лучше быть в подъеме, чем в переживаниях Да, о нашей сути Так вот Что значит, что знай Знай, что над тобой Или кто над тобой Что все, что происходит с нами здесь Оно оказывает влияние на верхние миры И все, что там происходит Зависит от нас От нашего действия И что значит, что записывается все в книгу Что раби используют пассивный залог Записывается Поскольку на небесах не нужны руки, чтобы писать То есть там все запечатлевается Раби Гемле Сын раби Иуданаси Говорит Хорошо сочетать изучение Торы с Дерехерец С ремеслом Ибо такой двойной труд отвлекает от греха Любое же занятие Торы без работы В конце концов Будет напрасным и полечет за собой грех А все Или Все, кто занимается общественной деятельностью Должны делать это во имя небес Ибо помогает им заслуга праотцов Чья праведность Пребудет вечно Я обещаю вам Такое великое вознаграждение Как будто вы Все сделали сами То есть Что делается все во имя небес Нельзя восхваливать себя Надев регалии Сказать Смотри, что я сделал ради общины Заслуга праотцов Имеется в виду, что Твой успех не должен превращать Тебя в гордеца Потому что ты обязан Не своим талантом А заслуги праотцов еврейского народа Благодаря им Заслугу им У тебя свершаются твои дела Как будто Вы все сделали сами Да Хотя мы обязаны Своим успехом Заслуги праотцов И если ваши намерения Были во имя небес Я, Всевышний Награжу вас Как если бы это Вы сами Все Сделали И сами Привели избавление Народу Израиля Говорит Всевышний То есть За старания Всевышний обещает награду Остерегайся В обращении С власть С придержащими Ибо приближают Они к себе Человека Только ради Собственной выгоды Притворяются друзьями Как это выгодно им Но не помогут человеку В час нужды его То есть Да Будь осторожен С руководителями Они делают это Ради себя Эти слова Могут относиться Также к силам Управляющим человеком К внутренним силам К его разуму Сердцу И животной душе Будь осторожен И с этими силами Четвертое Мишна Он часто говорил Выполняй его волю Всевышнего Как свою Чтобы он выполнял Твою волю Как свою Подчини свою волю Перед его Чтобы он Подавил волю Других Ради твоей воли Тут Достаточно ясно Да То есть Например Распоряжаться Своими деньгами Чтобы исполнять заповедь Столь же щедро Как ты тратишь Их на свои нужды И Всевышний Тогда Поможет тебе Исполнить твою волю Гелель Говорит Говорит Не удаляйся от общества И не будь уверен В самом себе До самой смерти Не осуждай Ближнего своего Пока не окажешься На его месте Не говори того Чего нельзя понять Надеюсь Что в конце концов Поймут И не говори Я буду учиться Когда появится досуг Когда будет Время свободное А вдруг Не появится То есть Общество Перед ним В минуты печали Потому что Человек То есть Будь с ними Имейте ввиду С обществом Будь с людьми В минуты печали Помогай им Потому что Человек Удаляющийся от общества Не сможет быть с ними В минуты радости И не будь уверен Самом себе Даже если тебе кажется Что у тебя есть Некое положительное Качество Продолжай работать Над его совершенствованием Иначе Ты можешь утерять его Сказал Рамбан До самой смерти Имеется ввиду Что То есть Будь таким До самой смерти Всегда работай над собой Потому что Есть такой пример Первосвященника Йоханана Который служил Первосвященником В 80 лет Дольше всех прослужил Никто столько много Безошибочно Не работал В Йом-Кипур Потому что Кто работал И делал ошибку В Йом-Кипур Тот умирал А он 80 лет Продержался Но Потом В конце жизни Стал саддукеем То есть Отошел от религии Надо все равно Над собой работать Даже до самой старости Не осуждай Сказано Если ты узнал И случится так Что не будет времени Праведным Все время Он увидел череп Он увидел череп Который прыл По воде И сказал Он ему За то Что То что ты топил Тебя утопили Но и те Кто утопил Тебя Сами в конце концов Утонут Который преследует Умножающий Себе Было пять У него было Характером И все любили И уважали его И он тем самым Приносил счастье Матери Так вот Раби Йосеха Каен Хасид Сказано Хасид Это благочестивый Который делает Больше Чем требуется По закону Раби Шимон Бен Натанель Боится Греха Раби Элиэзер Бен Арах Подобен Источнику Бьющему Все сильнее Он часто Говорил Если всех Мудрецов Израиля Поместить На одну Чашу Весов А Элиэзера Бергарконеса На другую То он Перевесит Их всех То есть Здесь Это высказывание Связано с тем Что Раби Йоханан Который Об этом Говорит Ценит В первую Очередь Память Об обладании Знанием Воплощенной В образе Раби Элиэзера То есть То что Он способен Запоминать И воспроизводить Эти знания Десятое Мишна Он сказал им Выйдите И посмотрите Каков достойный Путь По которому Он должен Постоянно Идти Человек Раби Элиэзер Говорит Добрый Глаз Добрый Глаз Это значит Когда человек Он Когда он Щедрый Он доволен Своим Уделом И потому Чушь Зависти То есть Он не завидует Другим У него Добрый Глаз Раби Йоша Говорит Хороший Друг Хороший Друг Это тот Кто Сделает Замечание Своему Другу Если тот Что-то Делает Неправильно И некоторые Говорят Даже Что это Выражение Хороший Друг Относится К хорошему Мужу Хорошей Жене Раби Шимон Говорит Дальновидный Дальновидный Это тот Который Подчеркивает Важность Предвидения Того Что случится То есть Он Может Предвидеть Предвидеть Результаты Своих действий Когда он Понимает К чему Приведет То что Он делает Сейчас Раби Лезер Говорит Доброе Сердце Доброе Сердце Это Доброе Отношение К небесам И доброе Отношение К человеку Что у него Ко всем Доброе Сердце Он же Говорит Я предпочитаю Слова Илезера Бенараха Вашим словам Потому что В его ответе Содержатся Все И ваши Тоже Он сказал Выйдите Посмотрите Каков Недостойный Путь От которого Человек Должен Держаться Подальше Раби Лезер Говорит Недобрый Глаз Раби Йошу Говорит Плохой Друг Берет взаймы И не отдает Тот Кто занимает У человека Как будто Занимает У Бога Ведь сказано Берет взаймы Нечестивый И не платит А праведник Оказывает Милость И дает Раби Лезер Говорит Злое сердце Нехорошее Качество Он же Ответил Им Я предпочитаю Слова Илезера Бенараха Вашим словам Потому что В его Ответе Содержатся И ваши Каждый Из них Сказал Три вещи Раби Лезер Говорит Пусть честь Твоего друга Будет дорога Тебе Так же Как твоя Собственная Не будь Спыльчив И раскайся Хотя бы За день До смерти Честь Будет дорога Тебе Как твоя Собственная Если твой Друг опозорит Отстаивай Его честь Так же Как будто Это была Как будто Это была Твоя Совсем Чуть Чуть Раби Йошуа Говорит Сглаз Дурное Начало И ненависть К другим Изгоняет Человека От этого Мира То есть Сглаз Когда человек Смотрит На другого И завидует Ему И Обладатель Недоброго Глаза То есть Он Страдает Как бы Сам И Следовательно Недобрый Глаз Изгонит Человека Из этого Мира Сказано И дурное И дурное Начало Имеется Стремление К удовольствиям И дурным Наклонностям Присущие Человеку С рождения Раби Иоса И делай И делай Молитву С душой И с радостью И пусть Она станет Мольбой О милости И прощении Обращенной Ко всевыщему К вездесущему Богу Ведь сказано Ибо он Жалостлив И милосерден Долготерпив И приблаг И сожалеет О бедствии Не будь злодеем Перед собой И не делай Свою Молитву Рутиной То есть С душой Надо молиться С радостью Раби Лезер говорит Прилежно Изучай Тору И знай Что ответить Отступнику То есть В том случае Если тебя Спросит Отступник Ты ему Можешь ответить Что значит Тора И как ты Все понимаешь Но самому Не нужно Начинать С этого Диспота Знай Перед кем Ты трудишься Кто дал тебе Работу И надежен Он Вознаградит Тебя За труд То есть Помни О Боге Помни И укрепляй Свою веру Чтобы тебя Не сбили С толку И вознаградит Тебя за труд То есть Бог вознаградит Тебя в соответствии С прилежаниями И с прилежными Весилиями А не с тем Сколько ты успел Совершить То есть Даже если ты не успел Что-то доделать За то, что ты стараешься Бог тебе уже Даст награду Пятнадцатая Мишна Раби Тарфон Говорит День короток И много работы И работники ленивы И награда велика И хозяин торопит Работники неривы То есть Людям свойственно Лениться И много работы Но сказано так Что когда человек Когда царь Просит своего Слугу И говорит Я тебе даю С вечера До утра Время Иди Светлицу мою И посчитай Золото Серебро И драгоценные камни Сколько ты успеешь Взять Все твое Он заснет Он не заснет То есть Когда мы делаем Работы Которые приносят нам Удовольствия Мы засыпаем И тогда мы не ленимся И так же Всевышний Предлагает нам В этом мире Жить так Как будто мы считаем Каждую минуту Каждый нам Данный вдох Как драгоценный камень Всевышний дает нам Нам только не лениться И делать И делать хорошие дела И успевать много В этой жизни И заключительная Шестнадцатая Мишна Он часто говорил Не тебе Предстоит завершить работу Но ты неволен И отказаться от нее Если ты многое выучил Из Торы То получишь большую награду И хозяин Который заплатит тебе За труд Надежен Но знай Что праведники Получат награду В будущем мире Вот мы закончили Вторую главу Перкей-Аван Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...